Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале GadgetMoney. Это очередное видео. Я вам сегодня расскажу об очередном приобретенном, выгодно приобретенном телефоне. Это Samsung. Да, Samsung. Мне нравятся так же, как и айфоны. И особенно нравятся цены, по которым я их покупаю иногда. Да, это бывает раз в полгода, раз в год, но все-таки бывает. Давайте поговорим об этом красавце. Galaxy S9. RST, кстати, модель. Начинаем? Поехали! Либо вы уже посмотрели, либо еще посмотрите видео о том, что я приобрел Galaxy S9 Plus, американца, работающего с российскими сим-картами, в идеальнейшем состоянии за 28,5 тысяч рублей. Это очень выгодное предложение на рынке. И если вам будет интересно, как получить точно такую же цену, обязательно пройдите по ссылкам в описании и посмотрите то видео. Сегодня мы вкратце поговорим о том, что Galaxy S9, RST-шка, вот в таком вот интересном сиреневом исполнении, я приобрел тоже за 28 тысяч 500 рублей. Почему такая же цена, такая же, как на Galaxy S9 Plus? Хотя тот мощнее, больше экран, больше батарейка, три камеры вместо двух. Потому что это RST-аппарат, и он еще даже в заводских пленочках. Некоторые моменты с него просто не сняты. Поэтому цена и соответствующая. 28,5 тысяч рублей цена этому аппарату. Что мы получаем за эти деньги? Шикарный дисплей, Super AMOLED, RST, без всяких заморочек, полностью русифицированная прошивка, интересная расцветка. Но даже если вы мужчина или молодой человек, вы можете закрыть, если вам не нравится фиолетовый расцветок, вы можете закрыть любым чехлом за 150 рублей с Алиэкспресс. Кстати, подборку чехлов для Galaxy S9 или S9 Plus я оставлю по ссылкам в описании, потому что мало ли вам они пригодятся. И вы захотите себе приобрести выгодно это. А я для вас уже это все дело нашел. И клево. Почему нет? Итак, получив Galaxy S9 за 28 500, я в принципе кайфанул. Я несколько дней использую в качестве тестов это устройство, то есть оно полностью соответствует всем моим требованиям. Здесь действительно меньше экран, чем в Galaxy S9 Plus, потому что это младшая моделька, то есть это для тех, кто любит поменьше. Я люблю поменьше экрана, я уже всегда давно говорил и сейчас повторюсь. Для меня комфортная диагональ экрана это до 5,3 дюйма. Но если сравнивать Galaxy S9 и iPhone X, то размеры данных смартфонов в принципе сопоставимы. То есть если мне комфортно пользоваться iPhone X, то и мне комфортно держать и пользоваться одной рукой Galaxy S9. Потому что у них форм-фактор примерно одинаковый. Это бесконечно красивый экран, один из лучших в своем роде. Это безусловно классная, сейчас уже классная прошивочка, потому что действительно все хвалят Samsung в 2019 году. Действительно их версия оболочки на Android превосходит все ожидания, потому что она при этом минималистична и достаточно похожа на так называемый голый Android. Далее, здесь естественно камеры. Камеры фронтальные, основные и они отличаются от того, что вы приобретаете допустим у китайцев. Да, некоторые говорят, что на каком-нибудь Realme X или Oparino или еще каких-то за в принципе плюс-минус такие же деньги камеры будут покруче. Поэтому можете считать это видос маркетинговым. То есть вы узнали, что я приобрел Galaxy S9+. Вы теперь знаете, что я также посмотрел и держу в руках, являюсь владельцем Galaxy S9. Обязательно будут какие-то сравнительные видосы о том, как снимает тот или другой аппарат и вместе посмотрим, как они снимают. Я сравню с Honor 10, я попытаюсь сравнить с iPhone 10. И безусловно, ну абсолютно не эта ценовая категория, хотя в принципе новые они стоили точно так же, как стоит Huawei P30 Pro. Сейчас он стоит там порядка 69-60 тысяч, в зависимости, где вы его хотите купить. Цена падает из-за санкций по отношению к компании Huawei. Поэтому разные ценовые критерии, абсолютно разные телефоны разных производителей и даже на разных экосистемах. И посмотрим, как они снимают. Просто будет обычный пользовательский тест. Сняли на этот, сняли на этот и сравнили. И вы сделаете выбор, что же снимает лучше. Как-то так. Galaxy S9 вот в таком вот окрасе. Если вы хотите приобрести тот же самый смартфон или этот смартфон, или такой же смартфон по такой же цене, или может быть даже выгоднее, все ссылки будут в описании. Просто напишите, я с видосика, сделайте мне скидку и непосредственно мы будем рассматривать, я конкретно буду подыскивать вам варианты для того, чтобы вы получили смартфон. Потому что надо покупать флагманы, надо покупать флагманы в прошлых лет. Они ни в коем случае не устаревают. Они просто становятся дешевле и при этом технических характеристик вам будет хватать еще как минимум на 2-3, а может быть даже 4 года. Потому что люди, которые любят экономить денег, люди, которые любят покупать все по выгодным ценам, они делают именно так. И не стесняйтесь покупать на торговых площадках, таких как Авито, Юла, Эбэй, Али и так далее. Все ссылки на данный смартфон будут в описании. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк или дизлайк в зависимости, понравилось или нет. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. У меня есть что вам рассказать еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok